Успей поставить лайк за 3 секунды, если хочешь, чтобы лето наступило как можно быстрее. Считаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк, тот умничка. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Алплей, и мы продолжаем играть в мобильные игрушки. Сегодня я для вас подобрал крутую подборочку игр, и несколько игрушек будут новые. Начинаем как раз-таки с новой игры, это Crash on the Run. Я так понимаю, друзья, что это своего рода раннер, и нам нужно будет сейчас бежать за вот этого маленького лисенка. Мы с вами, скорее всего, что должны будем подбирать... Так, а что это мы делаем? А, да, глядите, мы с вами тут должны подбирать фруктики и разбивать различные сундучки и ящички, которые тут на нашем пути будут появляться. Также у нас какой-то есть дружбанчик деревянный, и это, скорее всего, что наш спутник. И мы с вами, скорее всего, что должны будем вместе с этим спутником бежать и стараться, чтобы он тоже не врезался, наверное, вместе с нами. Короче, сейчас посмотрим. Вижу, что у меня просто-напросто пока что есть один-единственный вот этот вот мужичок, этот вот лисенок или волчонок, и мы как раз-таки за него и играем. Очень прикольный раннер, такой яркий, красочный, наверное, даже больше, наверное, мультяшный. Мы тут с вами, видите, что можем делать? А, мы, оказывается, еще можем с вами разбивать не только ящики вот так вот, верчась, но и можем так же, ребята, еще и врезаться в них. Вот, глядите, что я имею в виду. Гух, врезались в эти вот ящики и разбили их. Можно было так же их разбегать, разбивать, наверное, когда мы с вами... Ой, это что, первый босс, что ли? Прикольно. Можно было так же разбивать эти ящики, когда мы с вами падаем вниз. Это круто. Сейчас мы с вами, наверное, уже будем с первым боссом сражаться, и что произойдет? Ого, глядите, что этот босс делает. Он бросает какие-то ядовитые горошины, и нам, скорее всего, что нужно будет эти ядовитые горошины обойти. Желательно, чтобы эти горошины в нас с вами не попали. И теперь, что мы с вами делаем? Ого, ничего себе, мы с вами первого босса уничтожили. Крутяк, вот это крутой лисенок у нас. Глядите, какой он смешной, правда же? Отлично, просто отлично, молодец. Так, нам с вами дали... Что это такое? Гемасики, по-моему, какие-то? Или это один гемчик? Power Grim. А, это силовой какой-то гем, или что? Наверное, это своего рода артефакт, который мы с вами можем управлять. Сейчас мы с вами заходим, я так понимаю, в лобби данной игрушки. И тут в этом лобби, что у нас имеется? Есть у нас обратно же этот маленький лисенок. И тут мы с вами имеем прям какую-то полноценную базу. Ого, и что тут у нас происходит? Мы с вами можем, получается, что... Ааа, я понял, это наша миссия. Глядите, мы с вами уничтожили первого вот этого монстрика. Эээ, вот он, кстати, этот первый монстрик, которого мы завалили. Сейчас мы с вами завалим второго монстрика, потом третьего, четвертого. И будет у нас сражение с боссом, прикольно. Да, крутая, ребята, игруха, очень крутая, и раннер своего рода, и нужно еще и миссии проходить за вот этого вот маленького-прималенького лисенка. Итак, опять мы с вами на старте, и будем, наверное, обратно же бежать. Нам нужно будет опять уже подбирать яблочки, добраться до финиша, и там на финише победить этого злого-призлого босса. О, круто, еще один ящик разбили. Собираем тогда эти яблочки. Это что за черепашка? Черепашка. А, ее можно тоже бить? А, круто, ребят, представляете, мы с вами даже этих черепашек могли, оказывается, уничтожать. Крутяк, просто крутяк. Сейчас мы с вами эту черепашку еще разочек ударим. У-у-у, вообще отлично. Подбираем эти все яблочки, которые тут на нашем пути, оказывается, остались. И сколько тут вообще нам нужно пробежаться для того, чтобы сражаться с боссом. Когда мы с вами, скорее всего, что где-то к этому боссу уже подойдем, то у нас должна будет шкала как бы активироваться. А, сейчас мы с вами еще подбираем много чего. Сейчас, ребятки, сейчас, где-то этот босс уже будет. Я прям чувствую, что где-то сейчас мы с вами с этим боссом уже будем сражаться. А, вот он, это второй босс, нитрокраб какой-то. Моща, просто моща, мощный нитрокраб, которого мы с вами должны будем уничтожить. Так, разбиваем обратно же вот эти вот все сундучки. Нам нужно побольше их разбить. Это будут наши дополнительные с вами навыки. И этот микрокраб, глядите, какие здоровенные шарики уже метает. Это уже не горошины, это уже здоровенные валуны. Это просто жесть. Главное, ребята, чтобы мы с вами в него не врезались. Так, осторожно. И вот этот микрокраб, мы с вами должны в него попасть. И ударили или нет? Да, ребята, очередного монстрика, очередного босса мы с вами уничтожили. И наш листенок обратно добрался до портальчика. Опять же, телепортируется сейчас в свое лобби. И мы с вами обратно сможем проходить новые миссии. Вторая игрушка у нас с вами называется Merch Money. И эта игра у нас основана на выращивании денежного дерева. То есть, здесь нам с вами нужно будет выращивать денежные деревья. Потом мы с вами эти денежные деревья должны будем объединять. И у нас получается новое дерево, которое будет приносить нам побольше денег. Вот и вся суть данной игры. Мы с вами, когда кликаем по этому дереву, мы его с вами поливаем. Видите? И нам оно приносит 50 долларов, по-моему. Если мы сейчас с вами объединим два денежных дерева по второму уровню, То получим третье денежное дерево И сейчас оно нам сколько будет приносить Короче, сейчас посмотрим, ребята Первое денежное дерево второго уровня нам приносило 50 долларов А это денежное дерево, я пока что не знаю, сколько мы с вами сможем с него срубить Но сейчас посмотрим А, 96 долларов, прикольно Практически в два раза, ребятки, мы с вами это денежное дерево улучшили Круто Вот у нас первый уровень дерева Вот у нас третий уровень дерева Тут мы с вами, наверное, со временем сможем открывать все-все виды деревьев Которые будут приносить нам денежки Мы с вами должны будем их, наверное, ребята, объединять вот так вот, улучшать. А, ну, они у нас, оказывается, ещё какое-то определённое количество денег стоят. Вот смотрите, у нас есть 9, 10, 800, мы с вами покупаем новые вот эти вот денежные деревья, и, соответственно, у нас часть денежек списывается. Но зато у нас, видите, что открывается? Открываются новые вкладочки. О, у нас тут ещё пчёлка есть, прикольно. Эта пчёлка своего рода, наверное, как будто в этом, в растении против зомби. У нас уже 11,5 тысяч имеется. Сейчас мы с вами пообъединяем вот эти вот все денежные деревья. Давайте мы с вами ещё денежные деревья второго уровня купим. А, нет, не можем мы с вами, ребята, купить его только первого уровня. Можем пока что вот эти вот деревья выкупать себе, а потом мы с вами их объединяем. У нас получается обратно 3 третьего уровня дерева. Объединяем 2 из третьего уровня, и получается четвёртого. И теперь сколько оно нам приносит? Сейчас мы, короче, с вами заценим. Теперь это дерево приносит 193 доллара, ничего себе! Практически в 2 раза они нам начинают приносить больше денег, если мы с вами, получается, что его улучшаем. Да, то есть, например, если первое дерево приносит 20 долларов, то второе будет приносить около 40 долларов. Ого, у нас тут, смотрите, сколько подбросили новых подарочков. Это круто! Сейчас мы с вами их тоже объединим, и у нас будет сейчас новое дерево четвёртого... И нет, уже пятого, пятого уровня! Ничего себе! И сколько оно мне будет приносить денег, это дерево пятого уровня? Ещё что-то мы с вами тут открыли. Так, прикольненько. Потом мы с вами это всё обязательно заценим. И это дерево нам сколько будет приносить? Хочу я прямо сейчас посмотреть. Это дерево нам приносит 368 долларов! Ничего себе! Столько много денег я, пожалуй, ещё в этой игрушке, по-моему, не зарабатывал. Крутяк просто, крутяк крутецкий. Мы с вами, получается, что открываем побольше вот этих вот деревьев. С помощью этих деревьев мы с вами выращиваем новые деревья, объединяем это всё, и у нас с вами просто огромнейшее количество бабла капает, представляете? Вы с вами, смотрите, можем полить любое дерево, оно нам будет приносить намного больше вот этих вот денежек. Интересная и очень прикольная игрушка, где нам нужно будет выращивать деревья первого, второго, третьего уровня, объединять это всё и получать новые деревья. Прикольненько, очень прикольно. Сейчас мы с вами постараемся тогда уже открыть новые вот эти вот саженцы. Сейчас, короче, посмотрю, ребята, сколько у нас тут с вами будет уже саженцев. Сейчас, 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 мы тут с вами ещё кое-какие параметры прокачаем и крутанём один разочек, по-моему, бесплатно барабан, насколько я понял. Да, вот нам позволяют крутить ещё один разочек бесплатно барабанчик, и у нас тут с вами суперскорость. Сейчас это всё, наверное, очень быстренько будет плодоносить, и вот эти вот деревья сейчас очень быстро будут плодоносить. Но мы с вами тем временем сможем их пообъединять и заработать ещё больше деньжат. Итак, у нас сейчас будет одно денежное дерево уже шестого уровня, и оно нам сколько будет приносить денег? Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Оно нам будет приносить 600, что-то там, а, 700 долларов! Круто, ребята, вот это реально круто! Наше новое денежное дерево нового уровня нам приносит аж 700 долларов. Вот такая вот прикольная и интересная игрушка, где мы с вами должны выращивать вот эти вот горшочки с деревом. Потом, когда у нас будет два одинаковых горшочка одинакового уровня, мы с вами должны их, получается, что прокачивать, и всё, таким вот образом у нас будут вот эти вот денежные деревья расти. Мы с вами уже можем открывать горшочки второго уровня, то есть нам теперь уже горшочек первого уровня без надобности. Открываем просто-напросто горшочки второго уровня, и всё, и теперь намного быстрее мы с вами сможем прокачиваться. В этой вот замечательной прикольной игрушке Если она вам понравилась, поставьте мне, ребятки, пожалуйста, лайк Следующая наша игрушка называется, ребята, Локи Крафт И в игрушке Локи Крафт мы с вами продолжаем оживание на Скайблоке Итак, ребята, вот наш Скайблок У меня тут уже много чего есть Есть верстак, печка, сундук Есть уже тут колодец, два дерева и полноценная грядка С которой я могу собирать ресурсы С которой я могу собирать свои овощи Давайте мы как раз-таки с этой грядочки и начнем Сегодня я хочу доделать также еще два спаунера до конца Для того, чтобы мы с вами смогли уничтожать злых мобов Подбирать себе те ресурсы, которые с этих мобов будут выпадать И также, возможно, ребята, будем прокачивать немножечко наш с вами опыт Итак, для начала собираем полностью всю эту грядочку Которая тут у нас уже созрела Глядите, сколько тут много у меня уже еды, да Очень много еды 20 морковок имеется И также тут у меня уже несколько хлебушков есть И также много-много, ребята, у меня тут сейчас будет еще семян пшеницы Да, вот у меня сколько есть семян пшеницы Давайте мы для начала хотя бы вот так вот одну сторону полностью засадим пшеничкой Чтоб она у нас тут росла Ну и эту, наверное, тоже можно сторону засадить пшеничкой А с этой стороны давайте мы с вами посадим тогда морковочку Потому что морковочку нам тоже нужно будет кушать И как раз-таки мы ее и посадим Хорошо, пшеницу мы с вами собрали Пшеницу посадили, морковку собрали, морковку тоже посадили Теперь заходим в наш верстак И давайте скрафтим себе еще несколько хлебушков У нас уже есть 8 буханных хлеба И есть 14 морковок, которые мы с вами можем кушать Все, что нам не нужно будет, мы с вами оставим в сундучке Это как раз-таки все вот эти семена Все вот эти вот колоски пшеницы Они нам не нужны Теперь мы давайте возьмем побольше еще блоку булыжника Которые у меня тут есть И попытаемся доделать до путя Наши с вами два спавнера, про которые я вам говорил Сейчас вам покажу, где у меня есть спавнеры Их тут две штуки Этих вот спавнеров, ой, чуть еще не свалился Так вот, этих вот два спавнера Они прикольные, но из-за того, что они находятся Как я сказал вам, ребята, не в помещении А на открытой местности Вот эти вот злые мобы, они очень и очень быстро спавнятся И на меня очень быстро нападают Чтобы такого не произошло, я хочу построить Вот такой вот прикольный каркасик Этот каркасик мы с вами, наверное, накроем Потом несколькими блоками И можно нам будет, ребята, тогда просто-напросто Уничтожать этих злых мобов, которые будут в этом каркасике Останавливаться, мы с вами их будем просто-напросто гасить Чем больше мы с вами их загасим Тем будет больше у нас опыта И тем больше различных инструментов, различных вещей С них, короче, повыпадает Здесь мне нужно немножечко вот так вот еще позакладывать это все Для того, чтобы мы с вами не свалились вниз Так, тут вот мы с вами тогда поставим дверки И тут вот как раз-таки эти вот пауки будут спавниться Мы их с вами будем гасить Я надеюсь, у нас все должно получиться Мы с вами в несколько блоков вот так вот попробуем поднять этот спаунер. Я думаю, что на блока 2-3 нам нужно это все поднять, потому что пауки не смогут тогда заспауниться, если мы с вами поставим блок над этим спаунером. И дальше у нас тогда пойдет уже, скорее всего, что это, крыша, да? Сюда вот мы с вами добавляем по блокам, нескольким. И вот тут вот у нас уже пошла крыша. Видите, вот такой вот прикольный у нас уже один будет спаунер. Это спаунер пауков. Там потом в дальнейшем мы с вами сделаем себе еще спаунер зомбаков. Он, кстати, чуть-чуть подальше он там вот находится. Видите, сейчас я вот это, наверное, давайте уже заложу, чтобы мы с вами могли ходить. Вот здесь вот у нас еще спаунер зомбаков есть, но, к сожалению, ребята, у меня пока что не хватает булыжника для того, чтобы его тоже довести до путя. Поэтому пока что мы с вами с этим разберемся. А потом в дальнейшем, когда зайдем обратно же в блоки крафт, можно нам будет еще тот тоже спаунер сделать. И вуаля, сможем добывать столько ресурсов, сколько захотим. Тут мы с вами, в принципе, оставим, наверное, вот так вот несколько блоков для того, чтобы дверки вставить. И тут нам можно будет уже до конца проделать крышу. Все, крыша у меня будет, в принципе, готовая. Как только наступит ночь, я думаю, что вот эти вот злые монстрики, злые эти вот пауки, по-любому сюда попадут, по-любому тут будут спауниться. Мы с вами их просто-напросто будем гостить, будем подбирать все, что с них будет выпадать. И будем себе, ребята, потом его использовать по назначению. О, смотрите, как раз-таки один единственный остался блок, а все остальные мы с вами... Ой, кто мне ударил, ребятки? Кто это мне ударил? А это паучара мне, смотрите, ничего себе, прям паук уже прям сразу же заспаунился, что ли. Сейчас я еще нескольких добью паучков этих. Мы с вами пособираем полностью все вот эти вот ниточки, и можно нам будет потом, ребятки, с вами с помощью этих вот ниточек делать себе крутые, крутейшие блоки шерсти. И потом с помощью этих вот блоков шерсти мы с вами как раз-таки сможем сделать себе кроватку. Ладно, валим отсюда, а то сейчас они мне реально тут, наверное, уже завалят. Так, у меня есть 6 ниточек, это нам позволит сделать аж полтора блока шерсти. Также вот у меня еще есть барашка, которую можно будет острить, еще два блока шерсти минимум собрать. И в следующий раз, когда мы с вами зайдем эту игрушку, у меня уже будет кроватка, и можно будет ночью тут ложиться, да, и спать. Вот такая вот прикольная игрушка, которая называется у нас, ребятки, Локи Крафт. Следующая наша игра называется Кукиран Кайнда. И здесь мы с вами должны будем с помощью наших крутых героев, которых будем открывать со временем, сражаться. Ну, что же, я думаю, что можно, в принципе, выбрать вот этих вот героев, которые у нас уже есть, и попробовать провести хотя бы одно сражение. Вот у нас их 4 штучки. Это наш маленький печеночный вот этот вот печенюшный человечек и его друзья. Там, по-моему, 2 или 3 друга у него уже есть, которых мы с вами в предыдущий раз, когда играли, открыли. И вот, а, 2, вот видите, вот эти вот как раз-таки, ой, 3 друга. Наш маленький печеночный этот человечек и его 3 друга. Каждый из этих друзей имеет какую-то свою способность крутую, и с помощью вот этой вот крутой способности он будет наносить повреждения, он или они будут наносить повреждения своим врагам. Вот, глядите, видите, у каждого из них есть какой-то свой навык, и мы с вами этот навык сможем использовать после того, как у нас пройдет чуть-чуточку времени. Вот, пока что у нас маг неплохо ультанул. Это вот наш маленький куклиранчик сейчас ударил очень сильно. И тут мы как раз-таки, нам еще осталась одна единственная ульта нашего с вами самого маленького, самого нового героя, которого мы с вами открыли. Это вот эта вот девочка с красными волосами. Это такой вот крутой волшебник. И вот у нас тут, получается, будет сражение с боссом. Как раз-таки эту девочку мы с вами и ультанули, применили ульту этой маленькой девочки, и все уничтожили, что ли? Да, мы с вами ультанули этого злого-призлого монстра, и получается, прокачали наших крутых героев, и получается, первое сражение мы с вами выиграли. Тут мы, по-моему, с вами должны будем отстраивать новых героев, должны мы с вами будем отстраивать деревню этого нашего маленького человечка печенюшного, и потом также проходить новые сражения. Вот видите, мы с вами это сражение прошли, сейчас можем попытаться еще одно сражение пройти, и тут нам тоже нужно будет, получается, что сражаться с силами зла. Так, тут уже у нас будет 5, что ли? Глядите, ребята, у нас походу будет сейчас с вами 5, а нет, не 5, 4 все-таки героя, я подумал, что здесь мне добавят еще одного пятого героя, но нет, только 4 героя, и мы-то с вами за их продолжаем дальше проходить эти миссии. Вот у нас получается, что первый этап, вторая миссия, погнали. Ой, она еще и бонусная, оказывается, ничего себе, вот это круто, ребятки, вот это реально круто, мы-то с вами можем еще, оказывается, монетки эти все подбирать, прикольно, вообще круто. Я даже не знал, что тут такие миссии есть, я подумал, что у нас тут только есть миссии, где нужно будет сражаться, а здесь, глядите, мы с вами прям максимально наносим количество повреждений, очень крутое, и уничтожаем вот эти вот силы зла. Крутяк, ребята, глядите, как мы с вами ультуем эти силы зла, прикольно. Сейчас у нас будет, наверное, новое нападение на нас, да, вот у нас тут новые враги подходят, но наш маленький вот этот вот человечек печенюшный их всех завалит. Ну и, конечно же, его герои, да, то есть получается, что у него есть друзья-герои, которые ему помогают в сражениях. Нашего, кстати, маленького этого печеночного или печенюшного человечка очень даже и покоцали, серьезно. Сейчас мы с вами еще применяем ульту, и ульту этого мага, ну и, конечно же, можно вот этих вот друзей тоже применить, ульту для того, чтобы они уничтожили побыстрее этого злого монстра. И это у нас, получается, новый герой будет. Ребята, вот у нас тут есть девочка-новый герой, скорее всего, что нам нужно будет ее защитить, и нам нужно будет ее взять в нашу с вами команду. Итак, погнали, поможем мы с вами сейчас отстоять это сражение нашей маленькой вот этой вот девочке-герою. И она, возможно, будет как раз-таки вместе с нами проходить следующие миссии. Да, прикольно, глядите. А, нет, пока что только четыре героя. А, мы его с вами, этого пятого героя, открыли. Да, глядите, ребята, у нас, получается, что есть новый пятый герой, и в следующих сражениях, когда мы с вами будем играть, у нас их уже будет аж пять штучек, то есть пять воинов, которых мы с вами можем использовать в этих сражениях. Следующая наша с вами игрушка называется Draw Climber. И тут нам показывает, что мы с вами можем рисовать вот такие вот, можно сказать, ножки наших вот этих вот различных кубиков, за которые мы с вами будем играть. И с помощью вот этих вот ножек, и с помощью вот этих вот кубиков мы с вами должны будем добраться до финиша. Пока что мы с вами играем за одного вот этого кубика В дальнейшем мы с вами будем открывать много других скинчиков этого кубика А также у нас тут будет своего рода небольшое состязание Мы тут с вами по-моему будем с каким-то другим игроком состязаться Кто первый придет, тот по-моему и побеждает Я очень давно не играл в эту игрушку, поэтому немножечко уже подзабыл Но сейчас мы с вами обязательно в этом разберемся Да, вот глядите, есть у нас тут две полосы В одной полосе получается, что мы будем участвовать В другой полосе будет участвовать наш противник И посмотрим, кто первый придет к финишу Тот, конечно же, и побеждает О, мы пока что с вами идем вторые Ничего себе, ребятки, мы с вами идем вторые Это печально, если честно Но мы сейчас с вами постараемся все равно прийти первыми Да, отлично, вот и выбились мы с вами в лидеры, можно сказать Потихонечку, потихонечку монетки собираем Да, ребята, в этот раз мы с вами обратно придем первые Заработали обратно какое-то определенное количество денег И этих денежек мы с вами сможем качивать наши параметры Тут у нас будет два, по-моему, параметра И как раз эти вот параметры мы должны прокачивать Вот глядите, первый и второй параметр мы с вами прокачали немножечко И теперь они у нас уже по левелу 2 имеют Это что такое? А, это как раз-таки те миссии, которые мы с вами можем выполнять И зарабатывать еще дополнительное денег Количество, да? Давайте сейчас мы с вами попробуем сделать вот такие вот прикольные колесики И на таких вот прикольных колесиках прокатиться Успеем мы с вами на этих колесиках взять первое место? Или не успеем? О, ребятки, не знаю, или мы с вами успеем Нам нужно, наверное, немножечко поменять эти колесики Потому что, смотрите, нас тут опережают Трындец, просто трындец, ребят, просто трындец Но мы с вами пока что выбираемся, потихонечку, потихонечку догоняем нашего оппонента Ну уже быстрее, быстрее, давай, давай, давай О, не, ребят, наверное, нам будет трындец Наверное, в этот раз мы с вами, к сожалению, проиграем Не успеем мы с вами прийти первыми Пришли мы с вами, к сожалению, вторые Давайте еще разочек попробуем переиграть эту миссию И попробуем все-таки одарять этого нашего противничка Итак, погнали Этот противник у нас из США Мы с вами его должны будем сейчас опередить Если у нас все получится Ой, быстрее, быстрее Да что же ты будешь делать? О, отличненько! Пока вроде неплохо идем Но все равно идем мы на втором месте А вот теперь обратно уже на первом месте Поменяли немножечко наши вот эти вот палочки На которых мы с вами передвигаемся Ух, ничего себе, ребят Глядите, какой этот быстрый чувак Да что же ты будешь делать? Как так у него получается, что он два раза пришел первый? Это просто трындец какой-то Просто трындец Ну давайте мы с вами сделаем такие ножки Которые нам предлагает сама игра Ё-моё, если я сейчас и этот раз еще проиграю Это я даже не знаю, что нужно нам делать для того, чтобы выиграть А вот, хорошо, пошли, 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 ребята Вот это прикольно Сейчас у меня, смотрите, какие прикольные ножки Оказывается уже у моего маленького вот этого вот кубика вырисовываются О, наконец-таки, наконец-таки мы с вами придем первые Это уже 100% Итак, мы с вами тут сыграли несколько раз И вот, получается, в третий раз, наконец-таки, у нас с вами получилось прийти первым Мы с вами заработали еще какое-то определенное количество денег И обратно же эти деньги мы с вами можем использовать для того, чтобы прокачивать параметры На этот раз мы с вами можем прокачать скорость Если нравится игрушка, ставьте лайк Следующая игрушка у нас с вами называется Blockraft 3D И здесь мы с вами можем построить кое-какие здания Давайте мы с вами хотя бы несколько первых зданий построим И в дальнейшем, я думаю, что у нас количество этих зданий будет, конечно же, увеличиваться Ну, давайте где-то здесь мы с вами отгрохаем вот это вот первое наше маленькое здание Если честно, ребята, то эта игрушка мне нравится Ну, нравится, да, конечно же, очень нравится Но больше мне нравится игрушка, которая похожа на нее Она называется Exploration Craft Там мы с вами в той игре можем, в принципе, открывать себе дракончиков И тоже выстраивать вот так вот по готовым шаблонам здание Но только там мы с вами можем летать на дракончиках Поэтому я стараюсь, ребята, периодически в ту тоже игрушку играть Мы с вами, как только насобираем в той игре нормальное количество денежек Сумеем, конечно же, себе тогда прикупить нового крутого дракончика И на том новом нашем крутом дракончике гонзы Ну, а здесь мы с вами просто вот таким вот методом тыка Отстраиваем наше здание, которых у нас тут пока что не так уж и много И в дальнейшем будем зарабатывать за эти здания денежки То есть, чем больше зданий мы с вами построим, тем больше денег, конечно же, заработаем Тут у нас осталось еще три кубика поставить Как только мы их с вами поставим, у нас тут все будет готово Вот, пожалуйста, этот домик воркшоп у нас называется Мы с вами отгрохали У нас получается, что открывается после каждого здания новые какие-то здания И мы с вами обратно же можем тоже их выстраивать Но это будет совсем маленький домик Мы вот тут вот рядышком можем, в принципе, его построить А, даже за бесплатно мы можем его построить Из-за того, что у нас не потребовалось вообще ни одного гема Для того, чтобы его отгрохать То есть, бесплатно за гематики мы с вами можем это все себе выстраивать У нас уже с вами следующий левел апнулся И получается, что открылись новые строения Как раз-таки все эти новые строения можно будет попытаться построить в следующий раз Ну, давайте для начала уже вот этот домик отгрохаем, чтобы он у нас тоже уже был построен, чтобы у нас хотя бы какая-то инфраструктура здесь была отстроена. А вот в следующий раз, когда будем играть, попробуем уже построить что-нибудь новенькое. Кстати, ребята, не забывайте писать в комментариях название игр, которые нравятся вам больше всего. И я постараюсь уже в следующий раз как раз-таки в эти игры и играть. То есть, те игры, которые вы будете писать в комментариях, за которые вы будете голосовать, эти игры я, соответственно, больше всего постараюсь играть. Так, тут мы с вами обратно же сейчас постараемся вот это вот все заложить, все вот эти вот блоки позакладывать, чтобы у нас тут была красота. Просто неописуемая красота. Осталось нам тут буквально еще 30 блоков. Это как раз-таки крыша. Построим мы с вами крышу полностью, полноценную, и будет у нас тут все готово. Прикольно, правда же будет? Вообще отлично. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Еще осталось 7 блоков. Нет, 6 блоков еще осталось. Мы с вами будем уже заканчивать с этим зданием. Раз, два, и последний блок. Все, ребята, очередное здание. Стоунхан у нас построен. Если понравилась тоже игрушечка эта, не забывайте ставить лайк. Боунс Мастерс, наша с вами следующая игра. И давайте для начала мы с вами попробуем прокачать кое-какие параметры. И также мы с вами успеем... Нет, не успеем. Ребят, нам нужно с вами насобирать еще буквально 31 гемчик, и мы с вами можем прикупить себе вот это вот какое-то новое оружие. Либо лопата, либо бузи... Эта, дубинка у нас будет. Ну, а пока что у нас вот такая вот простенькая дубинка, и вот такой вот маленький пингвинчик, которого мы с вами должны будем подбрасывать как можно дальше. Еще разочек. О, отличненько. Прикольно. Мы с вами можем за этого маленького пингвинчика вот так вот прыгать по тюленям. Да, мы с вами можем по этим тюленям передвигаться, и, соответственно, продвигаться вперед. Продвигаться дальше и дальше. О, тут у нас есть бесплатные гемчики, но для этого нам нужно было, по-моему, смотреть рекламу. Смотреть рекламу я, конечно же, пока что не буду, поэтому мы просто-напросто запустили нашего пингвинчика. Ребятки, наверное, сейчас у нас будет рекорд побит. Что-то мне кажется, что мы сейчас с вами успеем побить рекорд. Да, глядите, это было круто. Доберемся мы с вами до нового финиша или нет? Нет, к сожалению, ребята, мы с вами до финиша не добрались, но рекорд мы с вами здесь побили. Как только добираемся до финиша, еще мы с вами зарабатываем 20 гемчиков, и можно тогда нам будет с вами смело уже прикупить себе новую как раз-таки вот эту вот дубинку. Еще разочек запустили этого маленького пингвинчика, но на этот раз мы его не сильно запустили, так прям мощно, да? Получается, что он где-то пройдет, ну, чуть, наверное, меньше, а нет, даже чуть больше, чуть больше 2000 футов. Я думал, ребята, что мы с вами не успеем пройти 2000 футов, но нет, смотрите, получилось у нас пройти. Даже 2000 футов мы с вами прошли. Обратно приближаемся мы как раз-таки к тому месту, где можно будет заработать 20 гемчика. кристалликов. Так, смотрим, давайте еще апгрейдимся, что возможно только. И, на, запустили еще одного маленького нашего пингвинчика. Нет, на этот раз, ребят, мы его слабовато, по-моему, запустили. Не знаю, ли получится нам нормально на этом маленьком нашем пингвинчике. Не, не, не получится, ребята. Чуть меньше, ой, чуть больше 1000 футов мы с вами прошли. Ну, ничего страшного. Сейчас еще прокачаем какие-то параметры. И попробуем его запустить получше. О, на этот раз у нас, наверное, будет обратно же побит рекорд, потому что мы с вами, смотрите, как запустили этого пингвинчика. Он даже разделся. Ха-ха, представляете, этот вот пингвинчик, оказывается, даже разделся. Ну, мы с вами собрали еще несколько гемчиков, и у нас уже их есть аж 23. Еще буквально несколько гем, гемасиков, 27 штучек, и у нас будет новая дубинка. Еще давайте мы с вами апгрейдим один разочек нашего маленького пингвинчика, и опять запускаем его обратно. Так его ударили, что у нас разделся. Так, сколько мы с вами футу прошли? Сейчас, ребята, мы с вами постараемся еще дальше пройти. Вот, рекорд у нас уже установлен. И сейчас мы с вами... Нет, к сожалению, вот этот вот чел, наверное, нас останавливает. Да, мы практически с вами добрались туда, куда нужно, но совсем немножечко еще не хватает. Нужно, наверное, попрокачивать еще какие-то параметры. Сейчас я посмотрю, что можно прокачать. К сожалению, не хватает ни на что пока денег, поэтому придется нам еще разочек вот так вот этого пингвинчика запустить нашего. Как-нибудь, да, подзаработать побольше деньжаток. А когда у нас будет еще больше деньжаток, можно будет вообще круто прокачать параметры, и мы с вами сумеем вот по вот этой вот шкале добраться аж до самого лева, да, до самого финиша. Еще прокачиваем один параметр, и давайте последний раз мы с вами этого пингвинчика запустим. Сколько долетим, столько долетим. Уже в следующий раз, когда дойдем сюда в эту игрушку, постараемся и новую вот эту вот дубинку как раз-таки открыть, и за время нашего отсутствия нам капнет немножечко еще денежек, и мы с вами эти деньги сможем в наши параметры как раз-таки закинуть. Чем больше прокачаем наши параметры, тем будет лучше. И смотрим... О, может мы с вами сейчас... Нет, не прошли. Ну, совсем немножечко не хватило для того, чтобы пройти рекорд. 2860 футов мы с вами прошли, и заработали аж тысячу монеток. Правда, довольно-таки неплохо. Ну вот, у нас уже есть полторы тысячи монеток и 26 гемчиков. В следующий раз 100%, я уверен, доберемся до следующей точки. Следующая игрушка у нас с вами называется Робари Боб 2, и нам нужно будет, как обычно, грабить дом. Ну что же, мы с вами сейчас попытаемся, во-первых, собрать ключ. Нам нужно с вами срочно собрать ключ. Ну, а ключ мы с вами сможем собрать, только если вот эта вот собачка нас с вами не покусает. Сейчас мы с вами постараемся этот ключ собрать. Итак, мы с вами ключик собрали, это хорошо. Теперь можно будет по тому же самому пути вернуться назад. Главное, чтобы собака нас не кусанула, ни разу она нас не укусила. Она до нас не достала, мы с вами ключик собрали. Хорошо, первое, можно сказать, задание выполнено. Сейчас мы с вами открываем вот эту дверку. Нет, подождите, пока не будем открывать дверку, потому что тут у нас какая-то бабушка или девушка ходит. Кто это такая? Это, по-моему, бабушка какая-то. Сейчас она пойдет туда вот вверх. Мы с вами открываем дверку. И теперь нам нужно будет полностью вот это вот все ограбить. Полностью ограбить все, что тут вот блестит, да? Сейчас мы с вами постараемся вот сюда вот зайти. Открываем дверки. Нам нужно будет своровать какое-то блюдо, насколько я помню. А, это куриный суп. Мы с вами своровали куриный суп. И теперь нам нужно просто вернуться назад домой по тому самому пути, по которому мы с вами и ходили. Только задом уже наперед, да? Теперь мы с вами по этой вот стороне попробуем пройти. А девушка сейчас обратно пойдет вон туда вот вверх. Или бабушка. А мы с вами вот таким вот образом просто-напросто выбираемся наружу. И вуаля. Это задание у нас выполнено. Насколько мы с вами звездочек прошли. Одна звездочка железная, вторая звездочка три звезды. Просто круто, ребята. Мы с вами это задание выполнили просто идеально. Если вам, ребята, понравился сегодняшний ролик, обязательно поставьте лайк. Также, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами же был, как всегда, Allplay. Всем удачи, ребятки. И всем пока.